Всем привет! Вы на канале Мир Людей. Перед просмотром видео не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на нашем канале. Помните замечательный советский фильм о Зоре здесь тихие? Благодаря этому фильму получил большую популярность актер Андрей Мартынов, о котором мы сегодня и поговорим. Будущий актер родился в семье, казалось бы, совсем далекое творчество. Отец был инвалидом по зрению, казалось бы, какое в данном случае творчество. Однако, как ни странно, именно отец привил Андрею любовь к театру. Он играл в местном театральном кружке. Актер родом из города Невест, Иваново. Загоревшись мечтой стать артистом, актер попробовал поступить в театральное училище, но потерпел неудачу в первый раз. Со второго раза молодой человек все же смог поступить и в ГИТИС. Однако, отучившись год, был вынужден взять перерыв в обучении актерскому ремеслу, поскольку пошел в армию. Но мечту стать актером юноша все-таки исполнил, закончив ГИТИС и став актером театра на Малой Бронной. Интересный факт, в свои 23 года, когда Мартынов пробовался на роль старшины Федота, на эту же роль претендовали Вячеслав Тихонов и Георгий Юматов. Однако режиссер Станислав Ростоцкий выбрал в итоге нашего героя и не прогадал. Следом у актера еще было несколько ролей в культовых советских фильмах «Вечный зов» и «Белый бим, черное ухо». Однако самой известной и по сей день остается его роль старшины Васькова. Однако Мартынов раскрылся в качестве отличного актера озвучивания. Его голосом говорит, например, главный герой фильма «Список Шиндлера». Личная жизнь нашего героя складывалась весьма необычно. Мужчина в 1973 году познакомился на одном международном кинофестивале с немкой Франциске Тун. Одноколичную жизнь мужчины нельзя назвать в полной мере счастливой. Сыграла свою роль языковая и культурная разница супругов. Мартынов какое-то время прожил в Германии, но не смог там по-настоящему прижиться. Рождение сына Александра тоже не спасло брак, и хотя официально Франциска и Андрей развелись всего 4 года назад, на самом деле мужчина давно уже фактически не жил с супругой. Сын Александр предпочел остаться жить с матерью в ФРГ, а Андрей так и остался в России. Актера изредка навещают внуки из Германии, и несмотря на языковой барьер, они друг друга прекрасно понимают. Если вам понравилось наше видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем пока-пока!